Матвей Юрьевич, хочу наш сегодняшний с вами разговор начать со свежей публикации в New York Times. Там пишут о том, что в марте Украина тайно получила от США более 100 ракет большой дальности Атакмус и большое количество кассетных боеприпасов в рамках пакета помощи на 300 миллионов долларов. Издание ссылается на высокопоставленного американского представителя, не называя его имени. И накануне Пентагон подтвердил о том, что Байден тайно одобрил передачу Атакмус еще в феврале, что такие поставки уже пошли, но вот New York Times решил конкретизировать количество ракет, которые могла получить Украина. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, что повлияло на позицию Соединенных Штатов по поводу Атакмуса, потому что знаем, что Украина очень долго просила эти ракеты, но вот все как-то стояло на паузе. И, во-вторых, вот эти вот публикации и уже конкретные заявления. Даже со стороны Пентагона от передачи такого вооружения. Какое значение сейчас имеют? Ну, с конца, конечно, это имеет гигантское значение, да, потому что появляется оружие, которое равно оружию российскому. Что имеется в виду? Вот я читал, значит, вот эти вот пояснения все, и они очень простые. Оказывается, еще давно-давно Америка предупреждала Российскую Федерацию, чтобы она не использовала вот эти вот, так сказать, ну, скажем так, стратегические ракеты, только не ядерные ни в коем случае, для ударов по Украине. Россия сказала, да, мы не будем использовать. Взяли и начали использовать. Понимаете? Поэтому вот такой ответ Америки. И знаете, я думаю, что даже дело здесь не в том, что, как бы, помощь в данном случае Украине. Просто Россия сошла с ума. Путин сошел с ума. Поэтому обещают, но ничего не делают. Российская Федерация говорит, да, 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 но готовится к большой войне. Ей нужно сделать там санитарную зону, о которой говорил Путин. Для этого удары по Харькову, чтобы оттуда побежал народ. Удары по Одессе, чтобы оттуда побежал народ. Вот, в общем, короче говоря, они избрали себе такую тактику, что они бьют, они обещают, что ничего не будет, а используют любое оружие для того, чтобы к седьмому числу, когда будет инаугурация вот этого чудовища, на очередной срок, где он будет топить и Украину в крови, и свою страну в крови, свою в первую очередь. Им нужны какие-то победы. Поэтому Соединенные Штаты не могут это допустить чисто стратегически. Обязательно должно быть какое-то оружие, которое не с точки зрения важно, что, например, удары там по России, по Крыму, а которые объясняют Российской Федерации, что, опять же, как и в дроновой войне, в этой войне мы сейчас будем играть вдвоем. Это очень важная история, когда Соединенные Штаты, как бы ненавязчиво, не участвуя, они говорят, вы нарушаете, значит, и мы будем давать такое оружие. Поэтому я очень рад. Это прекрасное, замечательное событие. Это говорит, знаете, о чем? Вот есть такое выражение «нет худа без добра». Вот американцы, вот мы говорим, они все просчитывают, они такое главное для них, так сказать, их, что ли, они думают о себе на втором месте после китайцев, которые думают о себе. Да, они думают о себе. Они не хотят, чтобы Украина стала российской, потому что им это невыгодно, потому что они все поняли, к сожалению, чуть позже, чем Европа, я имею в виду республиканцы, но вы видите, все подписано. Поэтому еще неизвестно, какое оружие они еще дали. Ну, F-16 говорят, что они уже в Украине, только еще не летают, потому что очень дорогие самолеты, надо как-то их прятать и так далее. Но что касается «Атакамса», то, надеюсь, они есть, и, надеюсь, это удары были ими. Хотя Украина, насколько известно, работает над усовершенствованными «Нептунами», которые также хорошо должны бить и даже, говорят, бьют, как «Атакамсы». Судя по истерике, которая сейчас в российских пропагандистских СМИ по поводу «Атакамс», по поводу F-16, складывается такое впечатление, что это стало неожиданностью. То есть россияне рассчитывали, что Америка не поддержит Украину. И этого пакета не будет? Вы знаете, я бы чуть-чуть вас поправил. Они не то, чтобы… Ну, вот, знаете, как? Ну, я не знаю. Это как дедушка. Знаете, дедушка лежит при смерти, и все знают, что он умрет. А потом вдруг дедушка умер, и все «Ах, дедушка умер!» Но знали же. И поэтому вот эта вот «Раша Тудэй», как там ее, Симонян, значит, она вот записала такой ролик, который грустный такой, где она говорит, они все дадут. Они все дадут. И они давали, дают и будут давать Украине оружие. И самое главное, что там заканчивает она фразу словами «будут давать». Все время, непрерывно. А Скобеева в своей передаче позавчера, по-моему, или вчера, я уже не помню, она стала грустно перечислять те области, которые теперь, области Российской Федерации, которые достижимы теперь украинским оружием. Ну, украино-американским или украинским, я не военный эксперт, я точно не знаю. У них, ну вот то, что кто-то придумал, замечательное выражение «вой на болотах», ну, применительно к России. Они оказались, ну, в данном случае пропагандисты, они оказались в позе зю, они не понимают, о чем им говорить, потому что действительно это произошло, а у господина Путина на это нет ответа. Понимаете? Вот в дроновой войне достигнут паритет. И дроновая война как бы обнулила преимущества Российской Федерации, как минимум. Теперь ракеты. Теперь, например, ПВО, когда дадут Патриот. И возникает вопрос, а что Путину делать дальше? Путину, Шойгу. Как переломить эту ситуацию? Это была война на истощение. Ну, вот как любит говорить Россия, как любит говорить институт изучения войны. Да, это была война на истощение, только она постепенно заканчивается. Не потому, что она не на истощение, а потому, что она на истощение с этого момента и для Российской Федерации. Конечно. Я читал вот прямо перед этой программой такое заявление Писториуса, значит, из Германии, который сказал, что Россия наладила выпуск вооружения до такой степени, что теперь вооружение идет не прямо на фронт, а с колес, а идет на склады. Ну, хорошо. Вопрос же здесь не в этом, что у какой-то страны много вооружения. Просто кроме тупо бомб, снарядов, беспилотников, существует еще тактика войны, стратегия войны. И самое главное – мотивация войны. Дело в том, что это вот, знаете, простите меня за такое сравнение, это вот как ты ходишь-ходишь, а как в романе Булгакова, значит, вот, значит, а у тебя рачокс, ну, рак, понимаете? А ты о нем ничего не знаешь. Что делать со страной, где нету мотивации этой войны? Мотивация только, как французский легион, иди на войну и получишь все. В деньгах там заселишь квартиру тех украинцев, которые убежали и так далее. Ну, так воевала Римская империя, платная армия, понимаете? Но сейчас же другое дело, сейчас интернет туда-сюда. В общем, короче говоря, это сложная история. Это сложная история. В ней, понимаете, вот как помните, мы в школе учились, и был момент, когда мы поняли, что есть арифметика, а есть, например, алгебра, да, и что это нечто другое. Или геометрия. Так и это война. Да, россияне давят, да, они продвигаются, но, как кажется, я боюсь, так сказать, быть там ребенком-оптимистом, но мне кажется, что мы выползли из этой дыры, и самое главное не потому, что Америка дала нам оружие, и Европа, и, кстати, я вот тут засейвил, помощь идет и в деньгах, и, ну, и так далее, да. Самое главное другое, что и Европа, и, кстати, Европа в первую очередь, благодаря Трампу, и уже, по-моему, сам Трамп и Соединенные Штаты Америки, они поняли, это их война. И вот там сенатор какой-то или конгрессмен, не знаю, вот надо лезть в телефон, не буду этим заниматься, он стоит на трибуне и говорит, мы должны понять, что граница России и Украины – это граница России и Соединенных Штатов Америки. Такой возмущенный дяденька говорит эти слова. Вот это самое главное, понимаете, от Европа, благодаря Путину, это же надо уметь, талантливый Владимир Владимирович, Европа от, ну, все-таки, ну, это недоразумение, ну, давайте жить дружно, ну, послушайте, потом второй этап, ну, ладно, ну, давайте как-то договоримся на середине, пришло к пониманию того, что Россией руководит кровавый бандит-убийца, который просто решил, ну, вот давай так скажем, знаете, решил захватить мир, отбросить весь мир, его законы и сделать свои законы, я так сказал. Да, вот он из такого пляшивого агента КГБ превратился вот в это чудовище. И вот, и все аплодируют это, ну, я сейчас не хочу говорить о российском народе, так сказать, там свои сложности. Я просто хочу сказать, что мир это понял, и 52 страны, сейчас уже больше, которые поддерживают Соединенных, которые поддерживают Украину, они сначала просто на словах поддерживали, потом дипломатическими усилиями, а теперь полностью и на словах, и дипломатическими. Ну, вот, например, госсекретарь Соединенных Штатов поехал в Китай, там переговоры, и он предупреждает Китай, он заранее об этом объявил, предупреждает Китай, что не надо в это играться, не надо играться в помощь Российской Федерации. В общем, короче говоря, пусть Владимир Владимирович этим занимается, пусть Путин думает, как выйти из этой, есть хорошее украинское слово, россияне не очень это поймут, но украинцы поймут, как выползти из этой халепы. Вот черт его знает, что такое халепа, никто не знает, но все украинцы понимают, что из нее надо выползать. Вот пусть он об этом думает. Вот Путин сейчас выпускает, наверное, Лукашенко или Лукашенко по собственной инициативе, как вы вот прокомментируете, опять вышел с заявлением, которое он делал несколько недель назад, что сейчас самая удобная ситуация для мирных переговоров между Россией и Украиной. Мы с вами несколько раз говорили, у Лукашенко своя роль. Он хочет не сидеть в ГАГе. Понимаете, в чем дело? Поэтому он сделал самое главное, и я еще раз повторяю, он умудрился не поддаться Путину, чтобы воевали белорусы, тем он спас белорусскую нацию, при всех его недостатках чудовищных. А теперь, вы видите, он стоит в сторонке. Вчера он выступал по поводу беглецов. Это очень интересно. Значит, опять же, сидит его парламент или что там такое. И он говорит, вот раньше говорили, что в прошлом, в советские времена, жили хорошо, а теперь мы живем плохо. Так я вам хочу сказать, лучшего времени для хорошей жизни, чем сейчас, в Беларуси нет. Мы живем прекрасно. Ну, пусть он это заявляет, дело не в этом. Но, понимаете, это важный индикатор. И тут я вам хочу напомнить, что Россия уже перестала играться в эти игрульки. Но по международным правилам ты должен предлагать мир. Ты должен предлагать переговоры. Поэтому вот Украина это делает регулярно. И это очень правильно. Это чтобы не было такого, что, а вы знаете, мы не слышали, чтобы Украина предлагала переговоры. Только вот получает помощь и так далее. Нет, понятно, что никаких переговоров не будет. И понятно, что нет условий для переговоров. А Россия, она сейчас немножко поменяла. Она говорит, переговоры бессмысленны. Это ее ошибка. Ну, там все ошибка, понимаете, по жизни. Переговоры бессмысленны. Ну, имеется в виду, что Украина не идет на то, чтобы разоружиться, чтобы не стать членом НАТО, там и так далее, и так далее. Ну, вот это отдать территории и прочее, прочее. Поэтому они как бы устали. И они очень боятся, Российская Федерация, что их на чем-то поймают. Вот это тоже удивительная история. Вот как определить, что Россия хочет уничтожить Украину? Это сделать, то есть, так сказать, отказаться от переговоров. Ну, вообще. То есть, поставить такие условия. Ну, вот мы идем на мирные переговоры, а вы должны снять штаны и голые убежать в лес. Тогда будет мир. Поэтому ставятся условия, невероятные условия, которые показывают Украине, что условия для мирных переговоров – это полностью уничтожение Украины. Понимаете, да? И национальное, типа, присоединитесь к России, и военная вы, значит, нейтральная страна и так далее. И поэтому вот они вот это выдвинули, и все, и забыли. А Украина говорит, нет, вот давайте, давайте 91-й год, граница и так далее. Это, ну, в общем, короче говоря, вот становится понятно, что они хотят Украину уничтожить, украинцев уничтожить, сделать не Украину, а Малороссию, где украинцы – это просто малороссы, это вот такое, какое-то такое приложение к России и так далее. Ну, может ли у них это получиться? Да никогда. Ну, никогда. Вот и все. Россия боится, по вашему мнению, саммита мира, который вот ожидается в Швейцарии? Ведь президент Зеленский заявил о том, что хочет сорвать Россию этот саммит. Более того, у нее есть конкретный план по этому поводу. А какой план? Ну, какой может быть план у России для того, чтобы сорвать конференцию? Туда приедут люди, люди будут говорить о мире, я не знаю, какая там программа, ну, вот саммит мира, да, и так далее. Там же после этого не будет мира. Просто это очень важно, чтобы собрались страны, которые помогают Украине или не помогают Украине. Ну, вот, например, сейчас идет большая битва, чтобы туда приехал представитель Китая. Ну, Си Цзипин, конечно, не приедет, но, может быть, там приедет министр иностранных дел, кто-то такой. Это уже важно. Это значит, что Украина, а, привлекает к себе внимание в медийном смысле. Второе, Украина стремится к миру и стабильности. Это то, о чем мы с вами говорили. Как это можно сорвать? Никак. Орать по телевидению, топать ногами и говорить, что там геи, значит, это самое, и что там еще. Фашисты собрались на свой фашистский шабаш. Так что это от Российской Федерации не зависит. Конечно, они сейчас работают с некоторыми странами, с которыми они узнали, что они приедут на этот саммит, чтобы сказать, что, вот, видите, там у вас приехало три человека. Ну, и Украина работает над этим. Понимаете? Это очень важная история. К заявлению Писториуса еще хочу вернуться. Когда он говорил о том, что сейчас Россия заполняет свои склады оружием и боеприпасами, он также предположил о том, что Путин может готовить новое нападение. Действительно ли у Кремля есть планы открытия Второго фронта? Ну, вот, вы понимаете, я могу ответить на этот вопрос, но чисто с политической точки зрения, не с военной. Я не знаю, какие планы у Путина, сам Путин не знает, какие у него планы, на мой взгляд, иначе бы он не начал эту войну. Ну, понимаете, можно открыть 250 фронтов, но если на одном фронте, если брать украинский фронт в целости, успехи небольшие и продвижения небольшие, и там Авдеевку 8 или 9 месяцев брали, понимаете, вся такая огромная страна с бесчисленным народом и с бесчисленным оружием, можно ли открыть Второй фронт? Не знаю, я, может быть, даже рад бы был, если бы открыли Второй фронт. Что такое Второй фронт? Это прежде всего рассредоточение российского войска, часть из которого уходит на вот этот так называемый Второй фронт. Ну, значит, легче будет бороться с теми, кто на Первом фронте, потому что их будет меньше, понимаете? Если бы, например, там... То есть Россия может открыть Второй фронт, во-первых, непонятно против кого, я не понимаю, против кого. Уже, например, пойти на Латвию, Литву и Эстонию, ну, тогда все, тогда приговор понятен, тогда НАТО вступает в войну, и тогда России вообще кранты. Понятно, да? Потому что вопрос же не в том, что у них лежит на складах. У них хаймарсы на складах не лежат. И вот эти вот то, что дали Storm Shadow не лежит. Понимаете, у них лежит тоже самое, на что рассчитан их военно-промышленный комплекс. А там с нововведениями не густо. Понимаете? Поэтому что значит открыть этот новый фронт? Принципиально. Это использовать ядерное оружие. Но мы с вами знаем, что будет после использования ядерного оружия, и даже знаем, что будет до использования ядерного оружия, потому что каждая абсолютно шахта, она известна американцам, и подтянутое оружие, вы знаете, вот Польша, например, предложила разместить у нее ядерное оружие. Таким образом, вот понимаете, открыть второй фронт, напасть еще на кого-то. Я так понимаю, это же не внутри Украины. Внутри Украины уже все фронты открыты. Ну вот я задаю вопрос, на кого напасть? На Японию? Не знаю. На Монголию? Ну, то есть я как бы стараюсь, чтобы пойти по логике, понимаете, чтобы не быть сразу убитым. Я не вижу на полярных медведей, я не понимаю, на кого можно напасть, чтобы открыть реально второй фронт. Нету такой страны, только страны Балтии. Ну, хорошо, нападайте, давайте, открывайте второй фронт, посмотрим, что получится. Что будет говорить Скобеева, и что будут говорить Соловьевы, и эти все прочие козлы, которые просто теперь уже растеряны. Понимаете? Да, ну, открывайте. Еще одна из таких триггерных для россиян тем, это конфискация замороженных активов. Все больше в медийной плоскости появляется информация об этом, в частности, премьер Британии и канцлер Германии заявили на совместной пресс-конференции о том, что продолжают сейчас изучать варианты использования замороженных российских активов, а премьер Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал о том, что решение Конгресса США конфискация замороженных активов в РФ может принести Украине до 5 миллиардов долларов. Наверное, вам известно, что существует много скептиков по поводу передачи этих замороженных активов сейчас в Украине. Скажите, пожалуйста, все-таки эта тема больше в юридической или в политической плоскости? Нет, она чисто в юридической плоскости. Я объясню, почему. Потому что, например, такие страны, как Бельгия, если я не ошибаюсь, в которой огромные деньги хранятся, у американцев-то только 5 с чем-то миллиардов долларов, а вот такие страны, они очень боятся отрицательной реакции инвесторов. Они боятся, что инвесторы, так сказать, подумают, что вот теперь наши деньги, а там огромные деньги, европейские и мировые, что вот теперь под разными политическими предлогами могут наши деньги забрать. И я слышал возражения по этому поводу, что, ну, например, там, не знаю, какая-то страна, например, Италия, она же не собирается ни на кого напасть. Но, понимаете, деньги столь значительны, что ты начинаешь искать другую страну для инвестирования и сохранения денег. Это вот как Швейцария, вы знаете, у нее есть банки и, так сказать, вот там деньги сохраняются несмотря ни на что. Но я бы сказал, что, то есть, это чисто юридическая история, но, вот знаете, если положить на чашу весов на одну чашу политическую историю, а другую чашу юридическую, то есть политическое и юридическое, то политическое здесь в любом случае перевесит и помогает этому Владимир Путин. Каким образом? Понимаете, чем больше Владимир Путин и Россия показывают свои зубы и вот, например, то, что говорит Писториус, ну вот давайте зацепимся за Писториуса. Писториус говорит, Россия накапливает оружие, чтобы открыть второй фронт. А теперь вспомним, что сказал Джонсон, сенатор, когда уже он решил, что вынесет законопроект о 61 миллиарде на голосование. Он сказал простую, циничную, понятную для американцев фразу. Он сказал, вы, наверное, лучше дать деньги, это лучше, чем солдаты американские будут терять свои жизни. Я говорю близко к тексту. Вот эта очень важная мотивация, она перед тем, как действительно войска НАТО будут воевать на территории России, на территории Украины, помогая Украине. Я уверен, что это будет. потому что у Украины по людям, и дело тут не в уклонистах, и не в неудачном законе о мобилизации. Просто в России 140 миллионов человек, а в Украине 40 миллионов человек. Я всегда повторяю, что если убить всех украинцев, и 40 миллионов человек в России, то останется в России еще 100 миллионов человек, которые заселят Украину. Поэтому эта логика не работает и не играет. Поэтому вот на фоне пока что идей откупиться, и сейчас будет существовать Европа. Поэтому вроде Писториус ничего не говорил о деньгах, но вы понимаете, все должно созреть. Вот американцы созрели, и, кстати, для меня это было неожиданно про эти 5,5 миллиардов долларов. А европейцы, ну как-то, понимаете, вот представьте себе обычного европейца. Я понимаю, что законы, что вот это вот целесообразно, но он рассуждает так. Лежат миллиарды. Мы оказываем бешеную помощь Украине. Платье из наших налогов. Так нафига здесь лежат русские деньги, и мы вот церемонимся, чтобы их не тронуть? Они же завтра сюда придут, русские, и заберут свои деньги. Вот такая логика. Это логика прагматизма, я бы так сказал, ума, победы ума над, знаете, над формой, победа содержания над формой. Это и произойдет. В этом нет сомнений. Все деньги будут переданы, потому что Россия все больше и больше показывает миру, что она хочет прийти и сама собрать свои деньги через войну. и ей абсолютно все равно. И вот эти вот хорошие русские, мальчики в трусиках, понимаете, им сказали идти на войну, и они идут на войну. Понимаете, ну вот и все. В этой ситуации что Европе делать? Европа поняла, что она в войне. Это очень важно. А Америка сначала стояла сзади, а теперь тоже поняла, что она в войне и оказывает помощь. А Франция, как вы знаете, говорит, что еще немножко и так сказать, ну в общем, короче, что хочет Путин? Путин хочет войны с НАТО. И он хочет сгореть в этой войне. Потому что, конечно, Россия воевать против НАТО, это очень тяжело, но тут у него в Украине нет победы. Как закончить эту войну, он не понимает. Поэтому его кривая, ухмылочка, она, так сказать, не работает. Он в Цуцванге, что бы он ни делал, он ничего не выигрывает. Потому что и в военном, и в смысловом понимании это бессмысленная война, на которую гонит он собственный народ. Цели потеряны, ничего не понятно, какие-то геи, какие-то, ну фашисты уже забыли про фашистов, какое-то что-то вот такое они придут у нас. Традиционные ценности. Да, вот такие вот традиционные ценности. Понимаете? Поэтому и второй фронт, вот это вот все слать с первым фронтом у тебя не получается. А второй будешь открывать потом, когда, типа, Украина станет на колени. Ну не станет, ну не стала до сих пор, ну и не станет. Сергей Юрьевич, кстати, а что вот по вашему мнению Путин сейчас хочет от Грузии? Там же тоже конференция была по поводу традиционных ценностей, которые ФСБшники-кагибисты проводили в засеплеченном месте. Более того, законно бы на агентах уже, которые день протестуют грузины. Понимаете, в чем дело? Я Грузию понимаю, то есть мне совершенно не нравится власть Иванишвили, это такое, но Грузия находится в патовом положении. Если Путин пойдет на Грузию, ее некому защитить. Она не граничит ни со странами НАТО, ну вот только с Турцией, понимаете? Но это маленькая страна, поэтому они приняли для себя такое решение, и откровенно об этом говорят, не дразнить зверя. Другое дело, и как сказать, я, может быть, не поддерживаю эту точку зрения, но я ее понимаю. Понимаете? Кроме того, мы с вами не грузины, и давайте уважать эту нацию, и так сказать, извините меня, но и Иванишвили, и его партия, они, извините, выиграли на выборах. Поэтому нам может не нравиться вся эта ситуация, но это демократическая страна, в ней выходит, вы знаете, оппозиция на улице, блокирует, и так далее, и так далее, но на выборах, так сказать, они победили грузинская мечта, Иванишвили. Это первое. Поэтому давайте, так сказать, к выбору народа относиться с определенным пиететом. Это первое. Второе. Они же играют с Европой, они хотят, так сказать, в Европу вступать, и так далее. Они же реформы начали гораздо раньше, чем мы. Они начали реформы еще во времена Саакашвили, я это сам видел, я тогда жил в Грузии. Это было удивительное превращение из такой, патриархальной страны в что-то такое современное и невероятное. Это вот о роли личности в истории. Поэтому они сделали огромную ошибку, что они посадили, вот содержат Саакашвили, инкриминируют что-то и так далее. Их бы не было, вот этих всех ребят, их бы не было, если бы не было Саакашвили. Это надо помнить, но они чуть-чуть об этом забывают. Но этого требует Россия. Маниакально Россия требует, так сказать, определенных уступок посадить Саакашвили как символ реформ. Причем, что интересно, сделать то, что они сделали, Россия сделала в отношении Навального. Для них очень важно было посадить Навального по уголовной статье. И вы знаете, он сидел по Киру в лесу и так далее, и так далее. В общем, он не политический, он обычный уголовник. У нас нет преследования политических деятелей. У нас есть преследование, говорит Путин, людей, которые нарушают законы Российской Федерации. Другое дело, что он не говорит, что это волчьи законы. То же самое и в Грузии. Мне хорошо известно, что естественно, главное требование Путина было, чтобы Саакашвили сел, его посадили. А вот теперь давят эта инициатива России сделать вот этот закон про иноагентов. И вот давят, давят и принимают в первом чтении, а народ протестует и так далее, и так далее. Есть люди в Российской Федерации, которые этим занимаются, которые вот курируют Грузию, которые шантажируют Грузию, которые говорят, вы забыли 2008 год. Поэтому в сложном положении находится Грузия. Я имею в виду вообще. Ну а как они прогнутся или не прогнутся, это уже покажет жизнь и история. Но еще раз повторяю, все вот это, то, что сейчас происходит, происходит из-за одного человека, который сидит в Кремле или где он там сидит. И как только он сдохнет, конечно, как пружина все это взорвется. И вы не представляете себе, что будет в той же Грузии. Там будет грузинский Майдан, и этих всех чуваков сметут. Я не знаю, будет ли там потом хаос, но вы знаете, это эффект закрытой кастрюли. И то же самое в России. Понимаете? Крышку закрутили и ставят на огонь. И пар не выпускается, и оно там гибнет внутри. И поэтому, конечно, взрыв будет. Он погубил не только миллионы, уже можно сказать, миллионы человеческих жизней и чужих, и своих. Он еще уничтожил Россию. И я вам скажу почему. Не потому, что вдруг, когда он уйдет, там не будет народа и так далее. Он показал, что, во-первых, это не федерация. Ну, она же называется Российская Федерация, да? А она на самом деле не федерация. То есть, другими словами, на территориях нет выборности. И все подчиняется Москве. Деньги отправляются в Москву, как в советские времена, а потом нужно вытягивать деньги. Он показал, что... Я сказал, все будут убивать украинцев. Значит, все. Вы знаете, что было с разными национальными республиками и так далее. Дальше он показал бессмысленность своей внутренней политики, потому что чеченцы уже просто заполонили все. И вы знаете, так сказать, такой не очень приятный персонаж чеченский уже, например, если я не ошибаюсь, в Министерстве обороны его назначили как Аляудинов, по-моему. Ну, не важно, как его там фамилия. Ну, понятно, пробы негде ставить. И он назначен в отдел, который занимается, ну, как политруки в советское время. То есть он будет следить за идеологией. Понимаете? То есть, другими словами, происходит какая-то невероятная вещь в российской политике. Ну что? Ну, это же не... Это же никто не простит. Понимаете? Поэтому нам важно понять, что то, что сейчас происходит, это происходит, простите меня, временно. Есть такая, знаете, ну, не поговорка, фраза, что когда сегодня у тебя неудачи, ты всегда должен помнить, что будет завтрашний день. Завтра наступит. Понимаете? Поэтому ничего не бывает навсегда. И я всегда привожу пример империи. Вот это главная ошибка Путина, что он никак... Знаете, те же грабли. Он думает, а вдруг получится? Понимаете? И он опять наступает на грабли, а он же вроде там историк, юрист, историк, там повар, летчик, там он все. Он забыл и как бы не понял и не изучил, почему рухнули все империи. Почему они рухнули? Почему в конце концов Греция мощное, сильное государство? Мощное было, древняя Греция, мощное и в военном смысле мощное государство. Пало. Римская империя, вы же знаете, боже мой, что это такое? Владели всем миром. Исчезли. Австро-Венгрия исчезла. Теперь и Австрия маленькое государство, да. Нацистская Германия. Такое прямо было, ну прямо вот, вот прямо, прямо, да, полмира завоевали, где они? Пали. Понимаете? И вот, видя все эти примеры, этот человек делает империю. Вот, нам это трудно понять, потому что он психически больной человек. Потому что нормальный человек, как минимум, не будет убивать своих. Да, чужие, да, там это самое, но своих, и особенно, когда он видит, что война не идет, только психически больной человек может ее продолжать. И не искать путей для мира. Понимаете? Ну, я думаю, с ним сами россияне разберутся. А если не разберутся, то с ними другие товарищи разберутся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok